Федерация профсоюзов Беларуси вырешила повелечить фонд допомоги, который теперь будет складать не меньше за 50% профсоюзного бюджета. Это позволит поднимать членов профсоюза в связи с тяжким материальным становящим, допомогу им оплатить медицинские послуги, а также набывать дезинфицирующие сроки. Подобязанности в материале наших корреспондентов. В Гомельском областном объединении профсоюзов кажут, что звернуться за допомогой может каждый, кто имеет эту реальную потребу. Причим, размова идти как о працующих, так и о пенсионерах. Махчимостями так званой кассы взаимодопомоги в регионе уже скоррестались больше 400 былых работников. У фонда саправды великие махчимостей. Теперь у его накеровывается не меньше 50% профсоюзного бюджета. 50% от всех средств профсоюзного бюджета сегодня находятся в распоряжении первичной профсоюзной организации. При необходимости члены профсоюза могут обратиться в свою первичную организацию, поддержать с тяжелым материальным положением. Кто-то затратил денежные средства на дорогостоящее лечение, на приобретение медицинских препаратов. Сегодня первичная профсоюзная организация, ну конечно, в зависимости от их профбюджета, готова либо полностью, либо частично компенсировать эти расходы. Сегодня профсоюзные организации совместно с нанимателями, с руководителем предприятий, учреждений и организаций приобрели дезинфицирующие, обеззараживающие средства для своих трудовых коллективов. В акционерном товаристве «Коминтерн» за материальной допомогой звернулися каля 20 человек. А проча того для усих подразделений у предприемства набыли дезинфицирующие сродки, а так само некальки бесконтактных термометров. С их допомогой, что день работниками медицинского пункта и оховы працы проводится вымерение температуры тела кожного работника непосредственно на працовном месте. Увы, если она не будет поведать норме, так и работник будет накированный для дальнейшего обследования. Даже сейчас на «Коминтерне» выполняется заказ по пошиве марлевых повязок с материалом белорусских предприемств. В основе – продукция барановицкого вытворчего бавауняного объединения. Что день заказчикам отгружают амаль 20 тысяч таких масок. Еще одно предприемство – Светлогорское химволокно, поставляя спанбонд для вытворчасти бактериологичных костюмов. Их первая партия выраблена сенья. Это так само уклад членов профсоюза в поляпшенне эпидемиологичной ситуации. Зная острую необходимость в изготовлении средств защиты и для более оперативного выполнения заказов, наши работники привлекаются к работе в выходной день. Это важно, это правильно.